Дорогие четвероклассники! Совсем скоро вы станете выпускниками начальной школы и после летних каникул вернетесь в школу уже совершенно в другом статусе, в статусе пятиклассников. И в стенах школы вас будут ждать уже не ваши первые учителя, с которыми вы провели 4 года в начальной школе, а ваши новые классные руководители. Одним из них буду я. Меня зовут Николай Владимирович, учитель истории и общества знания. Пятый класс принесет в вашу жизнь много нового и интересного. Новые предметы, новые учителя, новый распорядок дня и даже новые трудности, с которыми вы никогда ранее не сталкивались. Но даже несмотря на это, я уверен, что мы с вами сможем не только успешно решить все проблемы, разобраться во всех ситуациях, сделать правильный выбор, но и получить море положительных эмоций, огромное количество позитива от учебы, да и от жизни в пятом классе. Да, фраза «Школа – наш второй дом» уже использовалась многократно, но от этого она не теряет своей актуальности. Так вот, теперь вы переезжаете из своей квартиры в другую. Дом все тот же, но вот соседи, обстановка – все совершенно другое. И даже если вам немного страшно, то вместе мы сможем преодолеть и это. Вместе мы будем набивать шишки, спотыкаться и падать, а потом обязательно вставать и идти дальше. Будем мечтать, будем загадывать желания реализовывать их, будем получать знания, необходимые для жизни, будем… Да много чего мы с вами будем делать в пятом классе, всего и не перечислишь. Но не забывайте о том, что в этом будем задействованы не только мы с вами, но и ваши родители, которые вместе с вами вливаются в нашу семью под названием пятые классы. Джон Уэбстер сказал, люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку. Единение умов и рук, сосредоточение сил может сделать почти всемогущим. Так давайте же вместе совершим это. Добро пожаловать в пятый класс. На предыдущих уроках мы с вами говорили о подобных вещах, как социальные нормы. И говорили о том, что социальные нормы нужны нашему с вами обществу. Давайте с вами вспомним, что такое социальные нормы, зачем они нам с вами нужны, какие виды их бывают. Настя, скажи, пожалуйста, что такое социальные нормы? Это общие правила и образцы поведения людей в обществе, условно, общественное отношение. Прекрасно. Какие виды социальных норм ты помнишь? Обычай, традиции, моды, этика, эстетика, религиозные, правовые. Прекрасно. И много других. И, да, действительно, у нас с вами это не все нормы, у нас с вами есть большое количество других норм. Настя, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, в 21 веке какие самые важные нормы? Ну, я думаю, что правовые. Почему? Ну, потому что они регулируют общественные отношения. Со стороны кого? Со стороны государства. Умничка. Что бывает с теми, кто у нас с вами не выполняет социальные нормы, в частности, правовые социальные нормы? Соблюдение правовых норм, о чем теоретическое ответственность. Прекрасно. Теоретическая ответственность это неблагоприятные последствия личного, имущественного и специального характера, накладыванные государством на правонарушителя, и они установлены законно-процессуальный фоль. Прекрасно. Скажи мне, пожалуйста, зачем, помимо того, чтобы наказывать нарушителя, нам нужна юридическая ответственность? Ну, у юридической ответственности есть свои функции. Это карательные, правопостановительные, предупредительные, то есть они направлены на то, чтобы останавливаться и предотвращать. И также одно из главных является воспитательным. Прекрасно. Юридическая ответственность, Кристин, тебе такой вопрос. Она у нас одна или ее много, назовем это так? Да, просто одна. Существуют такие виды, как гражданская правовая с 18 лет, это не серия нарушений гражданского права. Материальная, а также с 18 лет, это обязанность работника возместить материальный ущерб. А дисциплинарность с 16 лет, это наложение на нарушителя трудовой, судебной или учебной дисциплины. Административная, 16 лет, ответственность за совершение административных правонарушений, и уголовная, 16 лет, и за особо тяжкие с 14 лет. Под особо тяжкими преступлениями что подразумевается? Убийство, наркотики и терроризм. Хорошо. Никита, тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, почему какая-то юридическая ответственность у нас наступает с 14 лет, а какая-то у нас наступает, допустим, с 18 лет? С 14 лет наступает дееспособность, причем не полная, а частичная, с 18 лет наступает полная дееспособность, а с рождения мы обладаем правоспособностью. Прекрасно. Выйди по жесткой доске, закрепи понятие дееспособность, правоспособность и виды дееспособности. Так, значит, у нас два понятия. Первое это дееспособность, как ты сказал, что такое дееспособность? Дееспособность это способность физического лица реализовывать свои права. Прекрасно. То есть дееспособность, и в скобку внизу можем прописать, что это у нас такое что? Реализация. Реализация. Отлично. Так, помимо дееспособности у нас с тобой есть еще что ты сказал? Правоспособность. Правоспособность. Замечательно. Рядом пиши правоспособность. Правоспособность. Что такое правоспособность одним словом или словосочетанием? Способность обладать правами. То есть обладание правами? Прекрасно. Обладание правами. Великолепно. Так, а правоспособность еще раз в каком момент наступает? С рождения. Прекрасно. Ей способность? С 14 лет частичная. То есть у нас есть большое количество видов дееспособности. Замечательно. Самая полная дееспособность как называется? Полная дееспособность. С каких лет? С 18. Замечательно. Полная дееспособность и, соответственно, 18 лет. Можно просто полная. И еще раз с таких. 18 лет. Великолепно. Так, есть какая? Есть частичная. Она наступает в 14 лет. Есть частичная по состоянию здоровья. Так, давай сначала. Частичная. Частичная недееспособность. Ещё раз, с какого возраста? С 14 лет. С 14 лет. Прекрасно. Ты упомянул по поводу состояния здоровья. Что имеется в виду? Имеется в виду ментальная инвалидность. Анализ по состоянию психического здоровья. Прекрасно. Хорошо. Там она у нас с тобой есть, соответственно, полная недееспособность и частичная недееспособность по состоянию здоровья. От чего зависит полная недееспособность по состоянию здоровья? От тяжести, от эффектов заболевания. Хорошо. А шизофрения? Это полная или частичная? Зависит от степени. Но какой-нибудь нейроидный синдром это полная. То есть мысль понятна, что у нас с вами вспоминаем, что в зависимости от тяжести мы как раз-таки вот эту дееспособность и разделяем. Прекрасно. А до 14 лет у нас с вами, соответственно, что получается? Полная недееспособность. Полная недееспособность. Полная недееспособность. До 14 лет. Все. Все вспомнили? Все. Прекрасно. Никит, садись, пожалуйста. А мы с вами продолжаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...